РАДИО КРЫМ РАДИО КРЫМЧАН Денис, представляй всех. Да, дорогие мои, у нас будет много гостей сегодня, и вот уже первые гости в студии, прошу любить и жаловать, у нас в студии находятся студентки Крымского Федерального Университета, и, конечно же, их руководитель, я не знаю, куратор, проректор по финансо-экономической деятельности Крымского Федерального Университета Сергей Додонов. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день. И девушки, и, конечно же, девушки, студентки Фериде Усманова. Здравствуйте. Валерия Головинская. Доброе утро. И Полина Щербина. Доброе утро. И Светлана Федоранчук. Ну, сколько девушек. Сколько девушек. Ой-ой-ой. Так, так, так. Ну, а тема... Растерялся? Нет, ну что ты. Ну, хорошего тема. Я всегда в хорошей форме, Светлана, поверь мне. И тема у нас, тема у нас, конечно же, очень приятная. Мы все знаем, что 21 января этого года в Крыму стартовала деловая игра «Ты нужен республике», в которой принимают участие студенты самых крупных крымских вузов. Ну, а в Крымский федеральный университет, мы знаем, входит огромное количество вузов. И вот с чем связана-то эта игра? Молодые люди изнутри знакомятся с избирательными процессами и, конечно же, набираются опыта, понимают, как работает избирательное право, как формируются органы власти. И, конечно же, молодые крымчане в будущем потом, возможно, будут таким запасом. Запасом для работы депутатами. Кадровый заказ для того, чтобы можно было потом обновить всю эту систему, чтобы работали молодые люди с горящими глазами, которые готовы делать много всего полезного. Ты бы сказал молодые люди, я тоже сказала молодые люди. Ну, глава Крыма Сергея Аксенова говорил, что не хватает свежей крови. Ну, действительно. Вот, девчонки, расскажите, почему вы как-то вот попали? Одни девушки пришли, только девушки принимают участие в этой игре. Вам приказал Сергей Владимирович участвовать? Как это не училось? На самом-то деле нашу компанию разбавляет и несколько прекрасных мужчин. На самом-то деле. Вот, но девушки, видимо, активнее, как-то проявляют свою позицию. Вот, мужчины поскромнее в этом вопросе. Вот, но все достаточно инициативные, все достаточно активные. И на самом-то деле, вот, все участники достойны победы. Абсолютно. Каждый из нас, у каждого свои идеи. Вот, и интересное предложение. А вы вот дошли... Полина, не надо вуалировать. Вот тут вы говорите, какие-то скромные молодые люди. Я не скромный. Давайте, рассказывайте всю правду. Какие у вас идеи, какие проекты? По очереди расскажите, как вам вообще в этом проекте живется, ощущается, работает. Хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Не скучно ли это? Ведь на самом деле у молодых людей просто вызывает какое-то такое отношение. О, политика, о, депутаты, о, какие-то избирательные какие-то процессы. Фу, я подальше от этого. Я вот в гаджете посижу там в клуб, потанцую или учусь в институте, да? Нет? Знаете, есть такая поговорка, если ты не займешься политикой, политика займется тобой. Увы. Вот, поэтому, конечно, для меня вот существует необходимость приложить вот максимум усилий, чтобы улучшить качество студенческой жизни, потому что я сама студентка. А вы на каком курсе учитесь? Я уже на четвертом. Вы скоро уже будете студенткой, вам уже надо задуматься, как улучшать качество жизни, наверное, других людей. Ну, почти, да, практически гембель, да. И вот я являюсь лидером студенческого самоуправления в своей гуманитарно-педагогической академии. И часто сталкиваюсь, действительно, с теми проблемами, которыми сталкивается молодежь. Вот слышу о них, но и сама, как студент, знаю о них. Поэтому знаю, конечно, как... Ну, а какие проблемы, Полина? Ущемляют права преподавателей? В общежитии нет удобств? Да нет же, нет же. Что там, душа нет или что? Все замечательно, вроде студенты радуются, но действительно есть моменты, которые стоило бы улучшить. Ну, а какой-то один, можете сказать? Вот мой проект... Например, вот у вас же есть какая-то программа, да? Конечно, конечно. Вот какой у вас самая, не знаю, ваша вот фишка этой программы? Ведь вы все чем-то отличаетесь. У каждого из вас есть какой-то определенный вот в программе такой крючок, за которого, ну, вы будете избирать или потом цеплять. Какой крючок? Какой крючок? Пунтик, пунтик. За вас должны будут проголосовать. Рассказывайте, а что, почему? Наши проекты абсолютно разные, вот их даже сравнивать нельзя, поэтому мне кажется, что студентам предстоит очень сложный выбор, потому что каждый проект уникален по-своему. Ну, вот расскажу немного о своем проекте. У меня вот идея, да, создания такого центра полезных компетенций вот для студентов, потому что я знаю, что большинство работодателей обращают внимание на личное качество в основном человека. Вот, и вот мне бы хотелось вот воспитать в каждом студенте вот те качества, которым не научат ни в одном университете. А какие это качества? Ораторское искусство, искусство публичных выступлений, это тайм-менеджмента, стрессоустойчивости и тому подобное. Заметно, да? Ораторское искусство, да, вот Полина? Ну, да, наверное, Полина будет преподавать. Нет, спасибо. Нет? По кругу пойдем, да, Валерия Головинская. Ваш проект, ваши впечатления, ваши ощущения от участия в этом проекте, в этой игре? Мне очень понравилось. Вы не заигрались, случайно, нет? Нормально? Как можно заиграться? Это серьезное дело, это не просто игра, это одно название, что это деловая игра. Какие серьезные люди над нашим столом. А что ты думал? Я все молчу, Валерия. На самом деле, очень понравилось, как сказала ведущая, что пора задуматься уже не о учебе, не только об учебе, а о том, чтобы улучшать жизнь людей. Я как врач, без пяти минут, да, я на шестом курсе медицинской академии, я считаю, что наш проект сегодня должен быть стартом нашего успешного завтра. А так как я врач, то на моих плечах будет другая жизнь, будет жизнь других крымчан, других, таких же, как я в прошлом, студентов. Поэтому мой проект, прежде всего, нацелен на модернизацию и улучшение здравоохранения и повышение качества медицинской помощи в республике Крым. Валерия на плечах или в руках? Ну, ответственность все-таки на плечах, а жизнь в руках. Вы кто будете по профессии? А я, честно говоря, еще не знаю, потому что мы выпускаемся врачами общей практики, и для того, чтобы получить какую-то специализацию, нужно... Еще 10 лет учиться? Ну, вроде того, да. Если хирург, то это не сарказм. Понимаешь, это же все-таки очень... Это правда, я знаю, знаю врачебное дело. Да, непрерывное медицинское образование. Дорогие мои, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, обязательно продолжим. Кто только зашел на волны радио Крым, хочу рассказать, что мы обсуждаем деловую игру, которая запущена у нас на полуострове, называется «Ты нужен республике». И у нас в гостях студенты Крымского федерального университета и проректор КФУ Сергей Додонов. Реклама Супер-скидки в ювелирной сети «Золото России». На все изделия с бриллиантами 43% и 30% на все серебро. Только с 1 по 10 марта успей порадовать любимых блеском драгоценностей. Все подробности в социальных сетях. «Золото России. Офишал». Комсомольская правда. Читайте сегодня. Для возвращения на сцену Пугачева заказала нарядов на полтора миллиона рублей. Почему сельских почтальонов переучивают на фельдшеров? Комсомольская правда. Узнайте больше. Толицы старше 12 лет. Реклама на радио Крым 7978-400-117. Вы слушаете радио Крым. Главное. Мы продолжаем наш эфир. Напомню всем радиослушателям, что для вас работают в эфире Денис Маринин и Светлана Федранчук. Это ведущие. Но у нас есть огромное количество гостей. Мы обсуждаем сегодня, как развивается, как реализуется на Крымском полуострове деловая игра «Ты нужны республики». И у нас в гостях студентки Крымского федерального университета имени Вернадского, Усманова, Фериде, Валерия Головинская, Полина Щербина и проректор Крымского федерального университета Сергей Додонов. Вот. И хочется им передать слово Фериде. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где вы обучаетесь, на каком курсе и какой у вас проект в этой игре? И какой номер у вас телефона? Я обучаюсь на третьем курсе Крымского инженерно-педагогического университета. Сегодня я пришла одна из своего университета. Я представляю свой проект «Бизнес-центр», который должен основываться на базе университетов. И это большая возможность для студентов получить свою первую зарплату, свое первое рабочее место. На этом проекте я для себя многое поняла. Например, то, что это действительно возможность студентов почувствовать себя взрослыми, самостоятельными и независимыми. А также мы можем уже почувствовать сейчас себя в какой-то степени молодыми политиками. Мы, как одна большая сплоченная команда, мы подружились, познакомились. Ну, Фериде, смотрите, дойдет время до голосования, и ваша сплоченная команда будет работать каждый сам на себя. Девчонки, а вы скажите, вы на каком этапе сейчас вообще в игре? То есть это вот вас уже отобрали, вы уже подготовили проекты. Что вас ждет дальше? Сейчас у нас проходит этап агитации. О, самый интересный этап, мне кажется. Мы выходим на финишную прямую практически уже скоро. А все дойдут до финишной прямой или те, кто... Все. Абсолютно все, да. Скоро выборы, да, неделя практически до выборов остается. Уже немного осталось совсем. Как агитируете, что делаете? Мы агитируем наших студентов Крымского инженерно-педагогического университета, распространяем листовки. У нас два ролика в моем случае. Кто делал эти ролики? Ролики мне помогали снимать и ребята с телеканалами лет, и также мне помогали наши студенты, которые очень трепетно относятся к проекту «Ты нужен республике». И на сегодняшний день у нас проходят мастер-классы агитации, и на концертах очень часто тоже упоминают о проекте. Ну, а есть у вас, я не знаю, наставники, представители каких-то государственных органов власти, или вы самостоятельно справляетесь с этим? Ну, вот Сергей Владимирович яркий представитель, да, наш наставник. А еще тоже по поводу агитации, то мы стараемся проводить как можно чаще встречи, вот каждый в своем структурном подразделении Крымского федерального университета, либо же вот инженерно-педагогического университета. В основном это после пар, либо же на больших переменах, вот где приходится возможность, стараемся с ними общаться, чтобы услышать, что студентам нужно, потому что все же понимать, в каком направлении двигаться, то есть и видеть обратную связь, не только вот мы о себе позиционируем, но очень важно не только слушать, но и слышать ребятам. Сергей Владимирович, а как вы оцениваете вот период агитации? Что происходит? Не перегибают ли палку? Хорошо ли все делают девчонки и мальчишки, которые, я смотрю, выступают при каждом удобном моменте? Это уже сейчас. А раньше так не было? Если бы вы их видели на первом этапе, да, то есть они были скромные, застенчивые, иногда даже боялись аудитории, то есть сегодня вот для них это первый опыт, именно радиоэфиров, это тоже опыт. Не каждый сможет, да, вот выступать перед огромной аудиторией. Многие комплексуют по этому поводу, да? Но у них уже большая аудитория, практически отработанная, то есть я уже их учил, как обращать внимание, ну, как преподаватель, на зал, смотреть, какие заинтересованные лица, какие не заинтересованные, что надо обращаться конкретно к какому-то определенному человеку, когда вы вызываете обратную связь. В общем, не будем здесь считать... В общем, фишки какие-то рассказывали, так. Мастерства, да, о том, как надо распределять в аудитории людей, как это все, чтобы упростить восприятие аудитории. В общем, поделился всем, чем знал. Хорошо ли, плохо ли, да, себя ведут, ну, не буду говорить, что хорошо и отлично, потому что зазнаются, но вот то, что я доволен, будем так говорить, да, то есть тем, что сейчас происходит, это да. Но я с ними шучу и говорю так, что вот день голосования, 12 марта, вы, наконец, поймете, что от вас хотели. До этого это все была такая подготовка. Действительно, есть гид-листовки, есть встречи, есть публичные выступления, то есть они испытывают себя в разных случаях, в разных хипостасях. И я единственное, что вот говорю, что вы должны пройти три этапа. Вас должны сперва увидеть, узнать, вас должны услышать и вас должны воспринять. Воспринять вас только тогда, когда у вас будет обратная связь. Поэтому чем больше мелких встреч, то есть абсолютно, вот я имею в виду, там где-то в кафе, где-то там в мелких аудиториях, в маленьких группах, в общежитиях, почему бы и нет, то есть на выходных общайтесь, узнавайтесь, то есть продвигайте себя в массы. Вы сегодня стали публичными людьми. Сергей Владимирович, а много вот ребят включилось в эту игру? Насколько активно и насколько это интересно вообще студентам? Сегодня их осталось 13. Вот так вот. Такое хорошее число интересное. Вроде бы хорошее число. А как начиналось все? Все начиналось у нас с 30, в итоге дошли до финиша, до подачи заявлений всего лишь 20, сразу же одного сняли, осталось 19, потом вот в итоге отсеивались, 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 осталось всего 13 человек. Что-то, судя из того, сколько у нас институтов, высших учебных заведений, как-то маловато людей. Но подожди, Денис, выбирают же лучших из лучших, понимаешь? Ведь у каждого потом, вот когда они пройдут уже всем финал-финал, что их ждет потом, вот после 12 марта? Хорошо, рассказывайте, что вас ждет? Что вы предполагаете, что вас ждет после 12 марта, когда будет период голосования, подсчет голосов, а потом? Небольшой отдых. Прежде всего. Но на самом деле, мне кажется, что вот за этот период, за этот промежуток... Валерия Головинская. Да, нас научили, научили многому, и мне кажется, что после 12 марта мы должны включиться в работу, потому что та эмпатия, та обратная связь от правительства, от Сергея Валерьевича Аксенова, да, от Владимира Константинова, она нас поддерживает и стимулирует, потому что осенью будут выборы в Государственный совет, и мне кажется, что для нас, для вот этих, для этой чертовой дюжины, это неплохой шанс и настоящая взлетная полоса, потому что не зря нас учили, не зря нас толкали вперед, не зря нас Сергей Владимирович ругал за то, что мы ничего не делаем, за то, что мы мало делаем, и не зря... А у вас были встречи какие-то, или как проходило? Конечно, в рамках проекта было много образовательных семинаров, много образовательных встреч, причем были настоящие специалисты своей области, то есть это не просто человек, который пришел и решил, что вот сегодня я лектор, вот, а это были люди, которые добились успеха в своей области, да. Например, можете кого-то вспомнить, кто вам больше всего запомнился? Ну, честно говоря, для меня, наверное, первым был Сергей Владимирович, потому что он успешный пример как педагога, так и работников образования, и успешный пример политика. Так, ну хорошо, но вы сидите в одной студии, вы не можете сказать по-другому, понимаем, хорошо, так. Вам еще учиться. Вам, да, вам еще заканчивать учебу, хорошо, так. А еще? Ну, для меня запоминающимся был вот недавний круглый стол, который посвящен пятилетию Крымской весны, он назывался «Выбор поколений», он касался референдума, да. В ходе этого круглого стола приняли участие ребята из молодежного парламента и приняли участие депутат Государственного совета Владислав Валерьевич Гонжара. И, на мой взгляд, Владислав Валерьевич успешный пример медийного лица и успешный пример медийного политика. А от нас сейчас на данном этапе требуют медийности, то есть это умение вести социальные сети, умение формировать информационные посты, да. А мне кажется, что именно он среди наших парламентариев в Республике Крыму... Ну, определенный такой пример для нас. Да, да, да. И он в этом вопросе специалист. Валерия, я вот знаю, что во время этого круглого стола ребята там учились не только отстаивать свою точку зрения, слушать собеседников, но вот поделились мнением о том, чего не хватает современной молодежи. Чего не хватает современной молодежи? Мне кажется, не хватает несколько, что ли, свободы взглядов, не хватает уверенности в себе. Потому что вот сейчас студенты, да, вот в ходе подготовки моей предвыборной кампании, моего проекта, проводили соцопросы, да, такие, можно сказать, фокус-группы, и ребята отвечали на вопрос, почему они не хотят идти работать. И вот главный ответ был, потому что мы боимся. Ух ты! Не потому что маленькая зарплата или мало опыта, а просто боимся. Да, нормальная зарплата, на самом деле. Ребята, я смотрю, у вас много вот таких проектов, вот о чем говорила и Полина, связанный, вот бизнес-центр, еще что-то. Ребята вот все-таки задумываются о своем будущем, да, о своей первой профессии или, ну, первой ступени, от которой можно уже оттолкнуться, да, какой-то опыт приобрести, как-то уже успокоиться или страх этот уже разровнять. Разровнять и выкинуть его из себя, да, получается? Ну, для этого же, собственно говоря, сделан весь этот проект, и при том они получают высшее образование, а что потом уже поступить. Вот, Фериде, я у вас хотела еще узнать, а вы, как вот, повторю вопрос моего коллеги Дениса Маринина, как вы оцениваете, что молодежи сейчас, о чем она переживает? Ну, помимо того, что найти работу, мы уже поняли, что еще, какие еще моменты? Я считаю, что вот вчера у нас были дебаты, где я также затрагивала тему того, что вот уже пять лет мы находимся в составе Российской Федерации, и благодаря именно вот этому событию у молодежи появилось очень много возможностей, очень большой потенциал возможностей. И я считаю, что на сегодняшний день молодежи не хватает уверенности, то есть они привыкли немножко к другому, к тому, что у нас никогда не было никаких ни форумов, ни проектов. Вот как-то мы жили, себе жили, и никто нас не трогал. Как сорняки. Именно, вот, именно. И на сегодняшний день у нас появились колоссальные возможности, и благодаря даже вот такому крутому проекту, о котором я, как услышала, сразу поняла, что обязательно буду принимать участие, мы находимся сегодня здесь, получаем огромный бесценный опыт, который больше нигде не сможем приобрести. Полина, а как вы считаете? Вот, смотрите, вы говорили, что вас дошло сейчас 13 человек до финала, остальная молодежь немножко где-то боится, переживает, ее надо как-то подталкивать, направлять. А вы, когда принимали участие в самом начале, решали принять участие в проекте, вы кого-то из своих коллег, друзей, знакомых подтягивали к этой работе, говорили, что, знаете, так крутой, такой классный, давай вместе поучаствуем. Я понимаю, это был бы ваш конкурент, но... Кстати, самое удивительное, я тогда не думала вообще о конкуренции, наверное, даже и сейчас о ней не думаю. Вот, потому что, наоборот, меня это радует, что вот больше активных ребят, и что у нашей страны большое будущее. То есть это, наоборот, здорово, и конкуренция, она явно не должна пугать и вот отталкивать. Да, я в своей академии проводила небольшую такую презентацию проекта, вот, и ребят приглашала к участию, и вот чем больше, тем лучше, говорю, давайте, ребят, нужно проявлять активность. И у нас изначально вот в нашей академии, это вот и Ялтинская академия, вот, опять ребят проявила инициативу, но осталось нас только двое, и это, кстати, хороший результат, достаточно два представителя из одного структурного подразделения, вот, так что, ну, мы желаем успехов. А скажите, а ваши знакомые, друзья, они как вас, поддерживают или говорят, о, вязалась в политику, изменилась в соцсети, стала публиковать разные долгие какие-то посты, много буков. Нет, до этого я тоже публиковала длинные посты, это вот вообще, это моя страсть, наверное. Понятно, у вас ничего не изменилось. А вот, Валерия, вы как, вы стали публиковать большие посты, писать, стали быть медийным человеком? И как ваши знакомые оценили эти изменения? Честно говоря, я в этом вопросе не совсем всё ещё, не совсем я поддерживаю эту повестку. Честно говоря, я считаю, что Инстаграм должен быть не тем местом, куда мы выкладываем всё. То есть это не то место, куда можно выложить фотографии с мамой, с папой, с работы, как я еду в машине, а тут музыка играет. Я не то чтобы противник, но я не поддерживаю. Так здесь же, по-моему, наоборот, вас учат правильно это делать, не выкладывать всё, а как-то вот разграничивать разные сферы. Я полностью с вами согласна, но для меня это не значит быть медийным, на мой взгляд, это не значит выкладывать каждый свой шаг. На мой взгляд, быть медийным, это значит грамотно освещать и разумно делить информацию, грубо говоря. То есть подходить к выкладыванию постов в Инстаграм с умом. То есть выкладывать посты в прайм-тайм, например, когда это особо актуально. Или в постах грамотно подходить к освещению информации. О чём Валерия говорит? Грамотные фейки. Ну, я вам так скажу, будьте вы медийным человеком, можете публиковать когда угодно, вашу информацию всё равно прочитают, потому что вы будете интересны. Фериде, а вы как ваши друзья? Поддерживают вас или говорят, а нет? Поддержка колоссальная. В самом начале нашего проекта ко мне уже начали в команду приходить ребята, начали звать своих друзей. То есть у меня очень большая команда на сегодняшний день. Каждый раз они мне говорят, а мы вот это будем делать, и мы вот это. Давай разделим нашу работу. То есть действительно поддержка есть. А насчёт Инстаграма я очень часто наблюдаю за тем, как свой Инстаграм ведут политики. Но приходится сейчас вам наблюдать. И что? Ну, это было и до проекта. И я считаю, что всё-таки очень важно делиться тем, что происходит. Тем более, что у человека, который общается с... Аудиторией студентами. Людями и студентами. Это, в принципе, очень интересно. Потому что студенты — это новые взгляды. Это люди, которые крутятся в своей такой, не знаю, даже вот как... Такая лава учёбы. И когда у них начинают спрашивать мнение, у них спрашивают о том, какие у них существуют проблемы, или чего им не хватает, они так сразу оживают. И это очень интересное эмоциональное общение. И поэтому я всё время выкладываю, где я, с кем я общаюсь. И это классно. Ну, у ваших избирателей... Аудитория, а как узнать, выкладывает политика в Инстаграм свою информацию или пресс-секретарь? Ну, я думаю, что у серьёзных политиков уже есть помощники, потому что один человек ничего не сможет, а когда у него есть команда, уже работа идёт налажена. И вот человек в нашей команде говорит, что сейчас у нас будут новости, девчонки, а после этого продолжим эфир. Здравствуйте, у микрофона Катерина Космиди. В этом выпуске в Армянске открылся обновлённый детский сад. Экс-сотрудник Севастопольской прокуратуры получил почти шесть лет тюрьмы за мошенничество. В Симферополе оштрафовали больше сотни водителей автобусов. Об этих и других событиях подробнее. Крымская служба новостей В Армянске после 20 лет простоя открылся обновлённый детский сад, передаёт телеканал «Крым-24». В здании провели капитальный ремонт, завезли новое оборудование. Теперь дошкольное образование стало доступным для 110 малышей. Учреждение отремонтировали по федеральной целевой программе, а в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. В городе реконструировали ещё один объект – плавательный бассейн в спортивной школе. Стоимость объекта составила 27 миллионов рублей. Севастопольский городской суд назначил бывшему сотруднику прокуратуры пять лет восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По материалам дела он осуждён за мошенничество в особо крупном размере с использованием должностного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда. Его супруга, являвшаяся соучастницей преступления, приговорена к трём годам лишения свободы условно. Кроме этого, бывшему сотруднику прокуратуры после отбытия основного наказания запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет девяти месяцев. Также сохранён арест, наложенный на имущество супругов шесть земельных участков со зданиями, находящиеся за пределами Крыма. На очередном заседании в администрации крымской столицы был представлен проект по созданию Крымского центра протезирования и реабилитации. На сегодняшний день подобных предприятий на территории республики нет, а количество нуждающихся в протезировании и реабилитации свыше 21 тысячи человек, отметила глава городминистрации. Строительство данного центра в Симферополе даст возможность обслуживать в среднем более 4 тысяч человек в год. Кроме того, инвесторы предусмотрели и создание рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями. Реабилитационный отдел позволит оказывать около 110 физиотерапевтических процедур в год, обслуживая при этом до 400 человек. Наталья Маленко подчеркнула, что открытие такого центра крайне важно и для крымской столицы, и для республики в целом. Поэтому задача городминистрации оказать инвестору максимальное содействие. В Симферополе за 10 дней оштрафовали 105 водителей автобусов. Все они привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Симферопольской госавтоинспекции. По данным ведомства, было осмотрено 238 автобусов. В пресс-службе отметили, что за нарушение правил перевозки людей к ответственности привлечен 41 водитель, за нарушение правил маневрирования 45, за управление транспортным средством при наличии неисправностей 8, еще 5 за нарушение правил остановки транспортных средств. И это все новости к данному часу. Катерина Казмиди, Крымская служба новостей. Радио Крым. Главное информационное. А мы продолжаем наш эфир. Дорогие радиослушатели, кто находится на волнах радио Крым или прильнул к радиоприемникам, напомню, что для вас работают ведущие Денис Маринин и Светлана Федоранчук, и у нас есть гости. Мы обсуждаем с нашими гостями новый проект, новую деловую игру, которая запущена на Крымском полуострове, называется «Ты нужен республике». В ней принимает достаточно большое количество участия студентов, и у нас как раз студенты и в студии. Я напомню, что у нас в студии Фариде Усманова, Валерия Головинская и Полина Щербина, студенты различных вузов, которые входят в Крымский федеральный университет. И, конечно же, куратор этих студентов, этих активистов, этих лидеров студенческого движения Сергей Додонов, проректор по финансовой и экономической деятельности Крымского федерального университета. Мы продолжаем наше общение. Я передаю слово Светлане, своей соведущей. Она задает тон. Задает тон. Вот это, конечно, вы. Я теперь понимаю, почему девчонки больше принимают во всем этом участие. Всегда вот на первой линии сразу кого-то под танк, грубо говоря. На самом деле, смотрите, вот мы знаем, что в основном в конце там есть такая фраза, что у вас будет наставник, который будет вас курировать. Вот мне кажется, что пока такая перспектива где-то вдалеке. Знаете, он есть такой вот где-то там наставник далеко-далеко. Но я вот не знаю, будет у вас по итогу человек, который будет вас курировать вот именно уже ближе к выборам, я не знаю, вот думаю, вот уже ближе к осени. Либо вам вот сейчас говорят, что вот сейчас на 12 марта вы вот голосуете, все хорошо, и потом ждем до осени, а там посмотрим. Как у вас это вот сейчас налажено? Что вам обещают? Расскажите, Полина, вижу, рвется в бой. Давайте. Да, на самом-то деле уже проект нам достаточно многое дал. Вот, даже вне зависимости от того, что мы получим после его окончания. Так, понятно, Полине не нужен наставник, хорошо. Нет, наставник, безусловно, он всегда, это здорово, когда есть человек. Вот хочешь стать успешным, общайся с успешными, конечно же. Ну да, будь в этом кругу. Да, нужно создать свое окружение, которое создаст потом тебя. Вот, поэтому мне безумно нравится вот общаться с этими людьми, ну, успешными достаточно людьми. Ну и, конечно же, да, мне бы хотелось вот получить такого наставника, вот за которым идти в дальнейшем. Валерия, что вы думаете? Ну, нам, многим ребятам, да, кто пришел сюда, политика интересная. И, соответственно, по итогам проекта нам обещают возможность работать с одним из парламентариев, да, то есть стать помощником депутата или, например, если это уже выпускник, да, участник проекта, то пойти в исполнительный ветвь власти. То есть перспективы дальнейшего трудоустройства по итогам этого проекта, они воодушевляют и вдохновляют нас к новым победам, к новым совершениям и вдохновляют нас идти дальше. Валерия, а как же клятва Гиппократа? Если предложат стать депутатом, пойдешь работать депутатом и бросишь свою профессию? Есть у меня успешные примеры, и ваш коллега, да, Борис Леон, например, так сказать. Мне кажется, он успешно реализовывает себя не только как врач и как главный врач, но еще и как деятель общественный. И очень медийное лицо. Да, Анна Рубель, депутат Крымского парламента, одна из самых молодых депутатов. Мне кажется, это очень достойный пример и прекрасный наставник и вдохновляющий человек. Так, Валерия Головинская уже, в принципе, раскрыла карту, кого бы хотела видеть в роли наставника. Хорошо. Почему? Возможно, это было бы тоже интересно. Ну а Крымский инженерно-педагогический университет Фериде, что вы думаете по этому поводу? Изначально хотелось бы сказать, дай бог выиграть. Я поняла. У нас, знаете, как разные настроения получились у девчонок. Ну, допустим, выиграли. А там уже, конечно, я буду рассчитывать на то, что стану помощником депутата, потому что я еще пока обучаюсь на третьем курсе, моя учеба не будет заканчиваться, я планирую поступать на магистратуру и дальше, дальше, дальше. А дальше куда? Аспирантура? Работать в университете? Аспирантура, да. Но насчет работы в университете не уверена, честно говоря. А зачем вам тогда аспирантура? Ну вот у меня в семье так сложилось, что все в моей семье все мои близкие... Ну понятно, пока не пройдешься этапа, дальше ничего делать не будешь. Хорошо, так. А насчет наставника, конечно, я хотела бы кого-нибудь из медийных, известных людей, которые очень любят свою работу, которые преданы своему занятию. И я, конечно, бы очень-очень помогала и вообще проявляла себя очень ответственно. Кому? Кому помогала? Пока еще не знаю, не могу определиться. Кто там еще? Кто из медийных? Ну, конечно, хотелось бы очень. Я очень уважаю Руслана Бальбека. Братья. Шикарный человек. Ну, голосование можно устроить, даже дебаты, да? Например, Валерия Головинская и Борис Левин. Глаза в глаза, да? Вопрос-ответ. Подожди, понимаешь, дебаты мне подразумевают, что оба участника находятся на равных позициях. А здесь у Валерии Головинской есть огромное преимущество перед Борисом Левевым. Он молода, прекрасна, у нее много времени в запасе, она успеет сделать еще много чего полезного. Вот. Сергей Владимирович, расскажите. Вот, девчонки поговорили, пускай отдохнут немного, а мы потом по кругу пройдем еще один опрос. А что вот вы? Простет сейчас 12 марта? Потом будем ждать до осени? Или уже потом будет понятно, кто выиграл и как все происходит? Нет, я с ребятами разговариваю. И не то, чтобы разговариваю, я говорю о том, то есть строю или так даю установку, да? Что 12 марта ничего не заканчивается. 12 марта это фактически промежуточный этап, в результате которого, да, произойдет какой-то опять отсев из 13. Это вполне возможно. То есть сколько вы ожидаете дойдет до самого-самого финала? Нет. В соответствии с положением у нас получается, что по отдельному рейтингу среди студентов инженерно-педагогического университета и среди студентов КФУ будет составлен отдельный рейтинг. И один признается победителем из рейтинга инженерно-педагогического университета и трое победителями из рейтинга КФУ. То есть четыре официальных победителя. Но выигрыши будут больше. Вот как говорит Фериде, дай бог выиграть. Выиграть-то выиграет. Почему, я говорю, выигрыши будет больше? Потому что мы в процессе проекта тоже следим за тем, как ребята ведут себя на проекте. Мы следим, как они организовывают команды, как они работают с залом, с аудиторией, как они работают в соцсетях и так далее. И поверьте, вот те, кто захочет дальше работать, именно наставил над тем, что захочет, они дальше будут работать в этой сфере. И вот, конечно, будет определенный процент тех, кто из 13 дальше не захочет работать. Но им будет достаточно тех знаний, которые получили. Может быть, они перегорят. Может быть, что-то произойдет еще. Нет, я именно говорю, знаний достаточно быть не может. Это я вам говорю по себе. То есть это обучение происходит в процессе жизни. И вот я, допустим, немного пессимист по натуре. То есть все постоянно себя грызут. Вот я сделал не так, вот я сделал не так, надо было бы так. Так, то есть я занимаюсь самоанализом. Я всегда делаю определенные выводы, которые позволяют дальше избежать каких-то ошибок. Но я все равно делаю ошибки, потому что появляются новые проекты. Но тот, кто ничего не делает, тот и не совершает ошибки. Здесь все нормально. Я это признаю. И сегодня я говорю о том, что вот из 13 может остаться меньшее количество. Не буду говорить сколько. Дай бог, чтобы остались все. Да, то есть. И дальше мы развивались. Но в основном это уже будет больше зависеть от них. Почему? Потому что я не буду уже так, как сейчас я с ними работать целыми сутками, постоянно сидеть в переписке, постоянно корректировать где-то их стратегии, их тактику и так далее. Но я не уйду с этого движения. Они мне стали очень близки, дороги и так далее. Причем это не простые, красивые слова. Я говорю довольно искренне сейчас. И поэтому я согласен дальше работать, согласен дальше помогать. То есть проект для них не остановится 12 марта. Хорошо. Сергей Владимирович, а вот если проект действительно настолько важный, настолько нужный, будет ли он в следующем году повторяться еще раз? В этом году это было такое, ну, как мне показалось, значит, очень такое вот спонтанное решение. Все, быстро, вот конкурс сделаем. Очень хороший, очень правильный посыл. Здорово, потрясающе. А в следующем году будете проводить что-то подобное? Я думаю, что вот именно эта система выборов, именно эта система положения, она войдет в практику университета. И я думаю, что здесь даже студенческое самоуправление возьмет его на вооружение для того, чтобы выбрать своих лидеров. Для того, чтобы сперва отрабатывались программы, потом были встречи с аудиторией, с коллективами и так далее. Для того, чтобы на вопрос, кто там ваш сегодняшний лидер, мы получали четкий, конкретный ответ, что да, человек был, да, человека видели, да, он постоянно на слуху, но постоянно на виду. И вот поэтому практика этого проекта, она действительно будет продолжаться. И время, я так думаю, что это будет именно то же. Только старт будет дан где-то в ноябре. Пораньше. А расскажите, вот ей голосуют и студенты, и голосуют еще и преподаватели, или не голосуют? Преподаватели не голосуют. Тут голосуют исключительно студенты, исключительно очной формой обучения, тех, кто находится в университете, тех, кто на момент, на 12 марта достиг 18-летие. А я хочу у девочек спросить, у участниц вот этого проекта «Деловой игры этой нужны республики». Вы говорили вот о круглом столе, в котором совместно принимали участие представители молодежного парламента. Хотелось бы узнать, вот в ходе общения, в ходе обсуждения той или иной проблемы в молодежной среде, или, может быть, диалога, выступлений, да, общения вот с аудиторией, какие-то вот связи уже, какие-то контакты наладились между представителями молодежного парламента, и что вам понравилось в работе этих ребят, может быть, или нет? Да, вы знаете, я возьму инициативу, потому что я сама являюсь членом молодежного парламента по совместительству, и по совместительству участникам «Деловой игры этой нужны республики». А так можно? Ну, одно другому не мешает. Сергей Владимирович машет головой. А, можно. А, я поняла. Вот так вот это можно. Ну, я думаю, если бы... По-болгарски, да. По-болгарски, да. Хорошо. Ну, я думаю, как бы мне уже давным-давно бы предупредили, что так нельзя, поэтому в любом случае. Вот, я участвую, и это возможность тоже рассказать о своем проекте, рассказать о себе, и о том, что... Ну, вот, чаще всего молодежь не слышат. Вот. И мне бы хотелось, конечно, чтобы молодежи вот уделяли больше внимания. И сейчас вот как раз-таки... Ну, приносишь большие колонки и услышат. Ну, да, как вариант, но все равно на самом-то деле у молодежи это другое поколение. И у нас новые идеи, то есть не замылены еще глаза, и поэтому это здорово, чем больше активных ребят, больше вот инициативных, и, мне кажется, это меняет нашу страну к лучшему. Валерия Головинская вступает в дело. По поводу контактов, на самом деле, хочу сказать, что, в принципе, ребята, которые вошли в состав молодежного парламента, они достойные люди, и со многими из них так или иначе пересекались, потому что мы тоже, ну, скажем так, необычные студенты, то есть мы лидеры, мы все равно проявляем себя и часто пересекаемся с ними. То есть этот круглый стол был возможностью еще раз встретиться, еще раз поговорить, и с некоторыми, конечно, познакомиться, да, но основная масса ребят из молодежного парламента, это наши коллеги, наши друзья, наши приятели, и со многими из них мы знакомы лично, и с некоторыми работаем. Ну, понятно, связи, 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 уже наладили, молодцы. А расскажите, с учебой-то не мешает вам этот процесс Фериде? Вот смотрите, вы говорите, команда у вас есть, помогает вам эта команда, учиться-то когда студенту? Ваша основная задача-то какая? Учиться. А им ставят пятерки за то, что они участвуют в этой игре серьезно? Ой, нет. Так не работает. Учеба это очень серьезно, вот как я уже и говорила, для меня особенно серьезно. Ну да, мы помним, аспирантура, магистратура. Да, очень ответственно подхожу к этому процессу, но, тем не менее, мне не мешает участие в проекте, заниматься учебой, потому что, опять-таки, моя команда мне помогает во всех вопросах, и многие задания я могу им давать, и они как бы спокойно со всем справляются. А я, в свою очередь, справляюсь с учебой. Фериде, как-то нечестно получается, команда вам все делает, а вы учатесь, команда не учится. Тоже учатся. А вы контролируете? Мой проект исходит из того, чтобы студент мог заработать, не отрываясь от учебного процесса. Именно поэтому, вот я и прорабатывала проект под студентов, чтобы было комфортно обучаться, и студент мог выйти из высшего учебного заведения уже специалистом. А какая форма, Фериде? Это, получается, студенты могут работать на удаленке, или должны все-таки приходить в этот бизнес-центр? В нашем проекте будет немного изменяться «Практика студентов». Наш проект будет основываться на официальном сайте каждого университета, то есть отдельной колонкой, каждая специальность. И мы будем предлагать людям все возможные варианты работы, того, что делают студенты. И таким образом наша практика будет нашим заработком. То есть, например, я обучаюсь на дизайнера, я делаю разные расписные тарелки, сувенирную продукцию, и у меня смогут ее покупать прямо с сайта нашего университета. Вот такого плана. А, то есть вы предлагаете как бы вакансии или перспективу, да, вот той или иной профессии? Да, да. А может ли университет что-то продавать? Сергей Владимирович, вообще вот смотрите, все вот инициативы, которые здесь были озвучены, они будут реализованы, либо этот проект останется проектом? Кто будет платить налоги, Сергей Владимирович? Да, за продукцию, за тарелки расписные. Налоги может платить и университет. Фактически мы можем сделать, опять же, такой формат, как самозанятые, то есть сегодня это позволяет работать. Фактически мы можем просто, грубо говоря, через какую-то информационную сеть формировать эти заказы, через которые ребята будут общаться. И второй вариант, точнее, второй, а последний. Мы можем создавать так называемые малоинновационные предприятия, которые в виде отдельных юридических лиц будут существовать при университете. То есть варианты возможны. А будут ли они реализованы? Конечно, будут реализованы. Я сейчас просто не могу рассказывать всего, потому что окажется, что я как бы агитирую за тот или иной проект, поэтому, ну вот, как говорится, я сохраню интригу и скажу, пригласите еще раз, я вам все расскажу. А, вот так вот. Нет, нет, Сергей Владимирович просто переживает... Мы скажем по-другому. Сергей Владимирович переживает за себя. Просто он после нашего выступления, да, вот в эфире, потом возьмет себя и загрызет. Нет. Уже постоянно все угрызения какие-то испытывает, да? Нет. Когда испытываешь угрызение совести, это нормально. А, самоанализом, про который я говорил, да? То есть, нет, на самом деле я уже анонсировал даже в пресс-центре, то есть данный проект, что действительно это надо, это необходимо. И вчера мы говорили, опять же, на дебатах о студенческом самоуправлении. Я говорю о том, что очень многое мы сегодня можем отдать студентам, да, то есть в пользовании, чтобы получать выгоду самим от себя, да, то есть, чтобы... Можем, но не отдаем, да, Сергей Владимирович? Нет. Мы отдадим, но для этого надо, чтобы у ребят появилась вот ответственность, чтобы были сформированы коллективы, которые готовы нести эту ответственность. Чтобы не получилось так, что я создал какой-то проект, да, и он стал моей головной болью. То есть мы создали там, допустим, дизайнерское бюро и дальше, получается, мы создали там штатное расписание, ну, образно говоря, да, то есть которые должны получать заработную плату, а как насытить это дизайнерское бюро заказами, то есть это начинается моя головная боль, потому что, опять же, выплата заработной платы и все остальное. То есть поэтому вот формируем сейчас некоторые шаги действительно делаются, не буду говорить сейчас, ну, действительно, потому что, оказывается, что как реклама проекта Фериде. Нет, абсолютно. То есть к этому пришли абсолютно разными путями, как говорится, и даже вот еще не обсуждали, это вот спонтанно первое пересечение идей. Поэтому, да, такое есть, такое будет. Ну, слушайте, это интересно, это есть, это возможность даже получить уже какой-то заработок прямо по окончанию университета. Да, просто не выходя из университета. Вот такой другой вопрос. И остаться в университете навеки вечное. Ну, в принципе, с вашей перспективой, что вы собирались учиться в дальнейшем, то я думаю, это очень даже продуманный, выстроенный такой вот. Фериде в 30 лет уже заканчивает свое образование и выходит уже таким матерым бизнесменом со своей сетью, да? Дай бог. Ну и все, и, по-моему, прекрасно и замечательно. Девчонки, а как вы формировали команду людей, которые вас вот стали помогать вам? Ну, в общем, те, которые делают работу, а вы учитесь пока вот, грубо говоря. А, Валерия, рассказывайте, кто вошел в вашу команду? Как вы отбирали? Какой устраивали кастинг? А может быть, это как в «Трех мушкетерах», да? «Тысяча чертей, их осталось 8, а было 10» и тают на глазах. Нет, на самом деле, после того, как я объявила о том, что участвую в этом проекте... Скажите честно, от вас отписались какие-то ваши друзья? Ну, я, конечно, девушка, я, конечно, слежу за своим инстаграмом, но я так сильно не считаю подписчиков. Мне есть чем заняться, помимо этого подсчета. Вот, я объявила в инстаграме о своем участии, и у меня достаточно активные ребята учатся в медицинской академии, ребята, которые мне все равно, и у нас есть сплоченная команда профсоюза, вот, и основой такой базовой, так сказать, комплектации стали именно ребята, с которыми я работаю по профсоюзной деятельности, вот, и костяк составили именно они, вот, а затем уже присоединились, увидели наше движение такое, присоединились другие ребята, которые просто учатся у нас в университете, но справедливости ради, да, был отбор небольшой, потому что нельзя включить всех, да, то есть я не знаю, кто это, девушки любят, чтобы был кастинг, ну, конечно, я тебе скажу, девушки не любят, когда проходят кастинг, вообще нет, вообще, это очень сложно, так, девушки просто не любят, а бы кого, вот, а любовь девушке нужно заслужить и расположение, на мой взгляд, тема нашего эфира сегодня, деловая игра, ты нужен республике, кто нужен был вам в команду? В мою команду вошли ребята, которые, вы знаете, вот, общественники, да, они, вот, есть такая картина, что все те же на манеже, то есть взгляд замыленный, это ребята со стандартной позиции, которые научены говорить то, что хотят услышать, а в команде, я считаю, должны быть свежие умы, молодая кровь, вот, и по принципу наших, так сказать, главных наставников Сергея Валерьевича и Владимира Андреевича, я взяла в команду таких вот молодых ребят, которые еще не замылены своим взглядом, но их идеи мне нравятся. А что вы им обещаете? Вот, они приходят в вашу команду с какой целью? Вы, понятно, вы как лидер этой команды, а почему им должно быть интересно с вами работать, с вами разрабатывать ваш проект, ваши мысли поддерживать? Потому что мой проект отражает потребность не только меня, но и потребность студентов, и им интересно, они заинтересованы в том, чтобы мой проект реализовался, потому что они все хотят получить это образование, да, и им это нужно. Единомышленники у вас. у нас консолидированная позиция, вот, но разные направления деятельности, хорошо, ну все-таки, да, отбор был, отобрали те, кто вам подходит для команды. Полина, а у вас как проходила вся эта процедура формирования? Вот, рассказывайте. Полина уже устала, молодежный парламент, я уже не устала, на самом-то деле, меня только кто вдохновляет, мотивирует, то есть, энтузиазм, он не угасает. Вот, на самом-то деле, я не проводила никаких кастингов, да, я уже несколько лет занимаюсь общественной деятельностью, вот, и волонтерской деятельностью. Мы уже знали, кто будет в вашей команде. Я, вы знаете, И волонтерской? Да, и волонтерской деятельностью. Например? Волонтер Победы, я вот в Ялте, да, в Ялте возглавляю вот местное отделение, вот, и также у меня свое волонтерское объединение, вот, на базе Гуманитарно-педагогической академии. Вот, я, пожалуй, в какой-то степени, наверное, не согласна с Валерией, в том плане, что, да, конечно, общественники, они замыленным взглядом, возможно, но свою команду я формировала исходя из того, что на этих людей я могу положиться, то есть я этим людям могу довериться, вот, это проверенные люди, но есть в моей команде, конечно, и те люди, которые вот только начинают... которых надо еще проверить. Доверяй, но проверяй, вот, но все же люди, с которыми я только начинаю работать, но я вижу эти горящие глаза, мне кажется, вот, самое главное, вот, в человеке это горящие глаза, вот, собственно говоря, то, как я и отбираю ребят и волонтерский корпус, и... Девчонки, вы большие молодцы, вы выдержали целый час эфира, вот, мы говорили много, вы говорили много, мы давали вам слово, вот, Сергей Владимирович, я думаю, доволен тем, как девчонки сегодня презентовали себя, свои проекты. Это же для девушек тоже определенный этап своего развития, испытания. Верно. И вот, если бы они его не прошли, все, они вылетели бы просто из этой гонки, Сергей Владимирович подписал бы и разорвал бы контракты. Все. Нет, у них нет контрактов, все на добровольных началах. Поэтому приходится работать. Да, мы благодарим вас за участие в эфире, желаем вам успехов, пусть ваша команда работает хорошо, чтобы все у вас получалось и успехов вот 12 марта, ну а потом ничего не заканчивается. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии находятся Фериде Усманова, Валерия Головинская и Полина Щербина, студенты различных вузов, которые входят в структуру Крымского федерального университета. И, конечно же, Сергей Додонов, проректор по финансовой и экономической деятельности Крымского федерального университета и куратор, куратор всех студентов, всех участников и участниц интересного проекта деловой игры «Ты нужен республике». Спасибо вам большое еще раз и успехов. Скоро выборы. Проверка на дорогах. Так, ну а прямо сейчас наша постоянная рубрика. Мы смотрим, какие пробки есть в Симферополе в центре города. Итак, ну не только в центре города, кстати, но начнем мы с площади Куйбышева. Здесь заблокированный подъезд со стороны Ультикиевской, со стороны Марина. Пробка начинается, я вам сейчас скажу, от улицы Стахановцев и заканчивается после пересечения площади Куйбышева. Проспект Победы стоит в пробке от здания Банка. Бульвар Франко стоит в пробке при пересечении с улицы Киевской в обе стороны, а также стоит еще в пробке проспект Кирова. Начинается пробка практически от площади Советской. Вот если вы проедете через мост, то встанете в пробку и простоите до площади Куйбышева. Везде движение на выше перечисленных мной улицах по 7 км в час. Так, смотрим дальше, что у нас здесь еще происходит. Здесь у нас образовалась пробка еще на улице Толстого, причем в обе стороны при пересечении опять-таки с улицы Киевской и начинается она от площади Веры Роек и заканчивается возле школы номер 40. Это там, где улица Декабристов. Так, смотрим дальше, посмотрим сейчас площадь Амитхана Султана. Здесь не вижу никаких пробок, здесь все хорошо. Единственное, что улица Маяковского у нас стоит в пробке от пересечения от улицы Жуковского до крейсера. Здесь в обе стороны опять-таки движение заблокировано. И улица Козлова также стоит в пробке. Если вы будете подъезжать к улице Севастопольска,